В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязанской области поставлен рекорд нетрезвой езды. Сегодня, 5 августа, отмечают Международный день светофора. Рязанские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На Лыбецком бульваре отремонтировали лестницу к цирку. В настоящее время ремонтные работы в цирке на территории перед ним продолжаются. Обещают полностью реконструировать одно из главных мест города. Но пока об этом только разговаривают. На деле визитная карточка центра города сегодня находится в заброшенном состоянии. В Рязани отремонтировали лестницу, которая ведет от остановки цирк к Лыбецкому бульвару. Ее отреставрировали и теперь она больше не предоставляет опасности для жизни, какой являлась прежде, особенно в слякоть и гололед. Ступени полностью отремонтировали, а по обеим сторонам лестницы установили перила. Правда, новая лестница ведет пока что в никуда. В настоящее время продолжаются работы по приведению в порядок и благоустройству Лыбецкого бульвара. Пока что только в планах реконструировать здесь уличное освещение, отремонтировать еще пять лестниц, скамейки, опорные стенки и восстановить самый большой фонтан в городе, который должен украсить площадку перед Рязанским цирком. Пока что прогуливаясь по некогда одному из самых красивых мест города, обо всем этом можно только мечтать. Рязанский цирк – это отдельная история, болезненная как для власти города, так и для рязанцев, которые помнят, каким он был еще совсем недавно – величественным и настоящим храмом трюкачей и фокусников. В феврале 2015 года он был закрыт на ремонт, и открыть его планировали в декабре того же года. За месяц до долгожданного открытия в цирке произошел пожар, и в настоящее время его продолжают ремонтировать. Правда, какие именно работы ведутся внутри, сказать трудно. Здание огорожено забором. Нам не прокомментировали ситуацию ремонта цирка компетентные органы. На данный момент мы отправили запрос в Росгосцирк с целью на федеральном уровне узнать о его судьбе. Интерес составил, что по этому поводу думают сами рязанцы. А скажи, пожалуйста, ты в цирке давно последний раз был? Ну так давно, да. А вот в этом был когда-нибудь? Конечно. А как считаешь, вот его так давно не открывают, он нужен вообще? Конечно. Ты вот ждешь, когда цирк откроется, пойдешь туда? Ну, с мамой, конечно, пойду. Ой, очень редко ходим. Театры гораздо чаще, чем цирк. А вот в этом когда-нибудь были? В этом были. А вот как считаете, вообще нужен он нашему городу? Да, я думаю, что точно нужен. По крайней мере, если театр достаточно серьезный жанр для ребенка, и не все родители берут на себя ответственность ходить по театрам и прививать им любовь к искусству, то с цирком однозначно все попроще. Все-таки это массовая история. И в цирк люди ходят более простые. Ну, надо же им хоть как-то детей своих занимать и хоть как-то развивать. Поэтому я думаю, что цирк очень нужен нашему городу. И иногда там действительно бывают достойные выступления московские. Отлично. А почему так долго не открывают? Не знаете? Ну, я слышала, что там ремонт. Ну, видимо, как-то затянулся. Не знаю. Мы, к сожалению... Мы не подойдем. Да, к сожалению, наверное, не так глубоко в теме, поскольку вот цирк не самый любимый наш жанр. Но тем не менее ждем. Ну, однозначно, да. Настойчиво обязательно пойдем, да. Как считаете, вообще цирк нам нужен в городе? Нужен. Детям у меня внук с удовольствием ходит. То есть внук в этом цирке был? Да, не рад. А не знаете, почему тогда долго не открывается он? Потому что горел, наверное, ремонтирует, денег нет. Я думаю, что да. Когда откроется, пойдете? Конечно. Чтобы лишний раз не ездить в ту же Москву, на цирк на Цветном бульваре, я думаю, ближе, чтобы в своем городе был цирк, конечно. А почему так давно не открывают? Не знаете? Насколько я знаю, там идут ремонтные работы. Сначала что-то с крыши было, а сейчас ремонт продолжается. Мне кажется, нужен. Как же так не нужен? А сами в цирк ходите? Нет. Внук уже большой. А вот у сестры они ходят. А не знаете, почему так давно не открывают? Там пожар был. Поэтому вот так хоть какое-то украшение. 4 августа губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителями медучреждений и учебных заведений, чтобы обсудить развитие здравоохранения и образования региона. В работе принял участие председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, который не в первый раз посещает Рязанскую область по приглашению главы региона. Встреча губернатора с представителями Рязанского здравоохранения проходила в Рязанском государственном медуниверситете. Глава региона отметил, что модернизация сферы, которая проводилась в рамках проекта «Здоровье», вывела оказание медицинской помощи на более высокий уровень. Но сейчас необходимо подумать, в чем еще нуждается регион. Олег Ковалев уточнил, что есть много вопросов, которые необходимо решать с помощью федерального бюджета. Откуда, кстати, уже были выделены средства на строительство нового корпуса больницы «Симашка». В планах – реализация еще нескольких крупных проектов. Для того, чтобы оказывать высокотехнологичную помощь, нам необходимо строить больницу с помощью медицинской помощи. Мы с вами об этом много говорим, знаем, работаем в этом направлении. Нам необходимо строить лечебный корпус ультиспансеров. И вы это тоже знаете. И, конечно, сеть ФАПов, которые необходимо создавать. Сейчас мы отрабатываем ряд проектов, которые были бы более дешевыми, но отвечали всем требованиям Санфина. И, скорее всего, что со следующего года мы начнем реализовывать эту программу. О том, как готовят будущих специалистов в Рязанском медуниверситете, гостям вуза рассказал его ректор Роман Калинин. Они посетили симуляционный центр, рассчитанный на обучение студентов-медиков. Здесь же проходят тестирование и действующие специалисты. Здесь современные машины, самым главным удаленный контроль, который исключает и вмешательство эксперта. Здесь просто не видит даже наш сдающий, экзаменующийся. И мы видим четко, удалось ли ему реанимировать фантом или не удалось. Все выпускники рязанских вузов и СУЗов должны быть максимально адаптированы к требованиям их будущей профессии. Об этом речь шла уже в РГУ на встрече с руководителями учебных заведений. Один из участников встречи поинтересовался, не будет ли в ближайшее время сокращаться преподавательский состав в вузах. Совсем недавно такая информация появилась, в том числе и со ссылкой на Федеральное министерство образования. Никаких планов по сокращению ученых, преподавателей на сегодняшний день нет. И когда я говорю на сегодняшний день, я говорю о проектировании бюджета следующей трехлетки. Вот это принципиальная позиция. Это принципиальная позиция не тех, кто выбрасывает эти слухи, а тех, кто принимает решение. В продолжении темы Андрей Макаров остановился на проблеме неэффективных вузов. По его мнению, в сфере образования в этом вопросе необходимо наводить порядок. Платная парковочная зона на участках двух рязанских улиц начнет действовать с 15 августа. Установлен режим работы платных парковок на улицах Радищевой и Праволыбецкой и размер платы за их использование. Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей. Оплатить парковку будет возможно несколькими способами. Через паркомат с использованием банковской карты, с помощью отправки СМС или специального мобильного приложения. Да, пока это оборудование еще не работает, но паркомат уже занял свое место на одной из самых оживленных улиц города. В районе Праволыбецкой есть деловые центры, вокруг много офисов, магазинов, ресторанов. По этой причине здесь постоянно ищут место для парковки автомобилей. Система паркомата в скором времени внесет свои изменения в расстановку машин на этих улицах. А пока можно увидеть другие изменения. Это отремонтированный асфальт, новая разметка. Все это появилось здесь в преддверии открытия новых паркоматов. Сейчас будут еще в этот период времени установлены информационные знаки, дорожные знаки, которые будут говорить о том, что это зона платной парковки. И также еще будут сделаны ряд информационных обращений гражданам, горожанам нашим о том, что как нужно правильно пользоваться парковкой, какие способы оплаты существуют для того, чтобы граждане не нарушали действующие законодательства. На территории двух пилотных улиц Радищева и Праволыбецкой установлено три паркомата в рабочем состоянии. Их осталось только активировать. В стоимости в настоящее время подготавливается проект постановления администрации города Рязани. Проект находится на согласовании. Я думаю, что тут прям совсем в ближайшее время обязательно будет утвержден и опубликован. Тариф и режим работы паркоматов будет еще только утвержден. Предполагается, что платная парковка будет действовать только в рабочее время. Ночной период будет бесплатен для всех. Плата через паркомат может быть организована путем безналичной оплаты, через СМС-сообщение, через электронный портал и для удобства горожан через мобильное приложение. В Рязанской области поставлен рекорд нетрезвой езды. В очередной ДТП попал водитель, который 37 раз привлекался к ответственности за управление авто в пьяном виде. Все случилось в Кадамском районе. Подробности знает Оксана Тебенихина. На региональной трассе Кадам в Заулке 30-летний водитель автомобиля «Волга» не справился с управлением машины и съехал в кювет, где перевернулся. Пострадали пассажиры «Волги». Женщина и мужчина были госпитализированы. Полиция уже выяснила, что шофер «Волги» не имел водительского удостоверения. Мужчина их никогда и не получал. Все это отнюдь не останавливало его от постоянных нарушений ПДД и лихой езды. Всего мужчина привлекался к ответственности 44 раза. 37 из них за езду в нетрезвом виде. Молодой человек даже уже находился под судом. Ему было назначено 492 дня административного ареста. Весной суд приговорил его за езду в состоянии алкогольного опьянения к одному году условно. Однако в день аварии он опять сел за руль в пьяном виде и без прав. Теперь против лихача снова возбуждено, но уже уголовное дело за рецидив. Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа. В день, когда был установлен первый электрический светофор, предшественник современных устройств. Сегодня этот компактный автоматический регулировщик дорожного движения в городах избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог. Как день хозяина дорог отметили в Рязани, расскажет моя коллега Анна Герцовская. Сейчас у нас в Рязани работают 114 перекрестков со светофорами. Раньше они исчислялись единицами. Первый светофор нашего города появился на площади Соборной, где сейчас разворачивается первый троллейбус. Это было в 1953 году. К этому времени светофоры стали уже автоматическими. Раньше их переключали люди. Ситуация изменилась в 1910 году. Тогда был запатентован первый автоматический светофор. Произошло это в США. Сейчас технологии ушли далеко вперед, и людям практически не приходится вмешиваться в ход событий, которые происходят на перекрестках улиц. Например, у нас в Рязани существует уже 26 перекрестков, на которых установлены адаптивные светофоры. Они могут сами управлять дорожным движением. В течение всего дня изменяя промежутки между подаваемыми сигналами для большего удобства водителей. Получается, что перекресток, где образуется пробка, подстраивается таким образом, чтобы на нем увеличивался транспортный поток. Все это стало возможным благодаря системе детекторов транспортных потоков и камер, установленных на перекрестках. Наша съемочная группа во время этого репортажа побывала под одной из них. Оборудование считывает показатели средней скорости транспортных средств, их количество за определенный промежуток времени. Все это анализирует, после чего меняет цикл и временные такты программы. Эта система установлена на главных улицах нашего города. Вообще эта система начинается с Московского шоссе улицы Ебилейная до пересечения улицы Соборная и улицы Ленина. И с улицы Ленина улицы Соборная на выезд на Ряжск до Каширского шоссе улицы Святи. Чтобы еще больше упростить жизнь водителей, скоро в Рязани появится еще одно нововведение. В будущем должно появиться информационное табло, предупреждая водителей о движении скорости на пересечениях этих прогонов между перекрестками. Для чего это нужно? Чтобы, если водитель двигается со средней скорости, указанной на информационное табло, то он будет попадать под зеленую волну. То есть, подъезжая к первому перекрестку, допустим, к какому-то из перекрестков, водитель двигается с определенной скоростью, какой указанной на информационное табло, он обязательно попадет на второй перекресток с горанием зеленого светофора. То есть, если подъезжая к первому перекрестку, водитель будет двигаться с указанной скоростью, тогда на следующий перекресток он попадет под зеленый цвет. И так по цепочке. В результате водители смогут ездить по городу без пробок. Пока этого не произошло, стоит сказать, что адаптивные системы, помимо регулировки движения, позволяют пойти еще дальше и помогают зафиксировать ДТП, происходящие в городе. В завершение хотелось бы еще раз поздравить всех людей, которые связаны с работой светофорных систем с праздником. Пусть сами светофоры прошли большой путь развития, которым уже более ста лет. Системы действительно набирают обороты и им остается куда еще стремиться. Журналисты британского издания так впечатлились российским конкурсом «Авиадарс-2016», что поинтересовались у НАТО. Не пора ли представителям альянса менять технику на более современную? На страницах газеты вышли сразу две статьи с восхищенными комментариями об удивительной точности пилотов и прекрасном исполнении фигур высшего пилотажа. «Самолеты держат идеальную симметрию и разлетаются между десятками захватывающих светящихся вспышек», говорится в статье. К своему интернет-посту журналисты газеты подкрепляют видео с российского конкурса, а в заголовке обращаются к НАТО и спрашивают, а у вас есть такие самолеты? Соревнования военных летчиков «Авиадарс» проводятся с 2013 года. В этом году на международном этапе конкурса лучшие российские экипажи соревнуются с пилотами из Белоруссии, Китая и Казахстана. Самое зрелищное выступление зрители увидят завтра на авиамиксе на полигоне Дубровичи. Всех желающих отвезут на автобусах, которые будут ходить из Рязани. Вся информация есть на сайте администрации города. Поехать или нет на главный конкурс летного мастерства сомнений быть не должно. Кстати, из-за дождей на неделе некоторые полеты соревновательной программы были отменены. Завтра погода, наконец, будет благоприятной как для зрителей, так и для летчиков. Небо обещает быть ясным. Более точный прогноз на эти выходные знает Наталья Новикова. Несмотря на то, что большая часть лета уже позади, а дожди стали уже привычными аксессуарами этого времени года, природа решила преподнести жителям нашего региона приятный сюрприз. Эти выходные могут стать самыми жаркими с начала лета. После небольшого похолодания, когда средняя температура воздуха практически вернулась к норме, возвращается жаркая и практически безоблачная погода. В субботу при переменной облачности без осадков ночью ожидается 15-17 градусов тепла. Днем под лучами солнца воздух раскалится. Температура воздуха в середине дня составит 28-30 градусов. В воскресенье рост температуры продолжится. Минимальная ночью составит уже 18-20 градусов. В середине дня 29-31 градусов. Этот день может стать самым жарким с начала лета. Среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 7 градусов. Так что, несмотря на то, что по народным приметам, после Ильина дня, который случился 2 августа, вода в водоемах становится холодной и купальный сезон заканчивается. Столь жаркие выходные лучше провести за городом на природе. Да и водными процедурами пренебрегать не стоит, кто знает, когда потом будет такая возможность. Синоптики прогнозируют, что уже вечером в воскресенье погода начнет меняться. К нашему региону приблизится холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят традиционные грозы. А температура в начале следующей недели вновь вернется к комфортным 20-25 градусам. А до главного спортивного события летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остались считанные часы. 5 августа сильнейшие атлеты мира начнут битву за Олимпийское золото. И рязанские спортсмены, надеемся, верим и болеем, не подведут и станут реальными претендентами на медали. Вот они наши земляки, которые будут отстаивать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Никита Лямин, мастер спорта России по пляжному волейболу. Мария Богачева, заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. Чемпионка и вице-чемпионка мира, четырехкратный чемпионка Европы, рекордсменка Европы в толкании ядра и метании копья. Александр Марков, мастер спорта России международного класса по конному спорту, лидер олимпийского рейтинга. Денис Дмитриев, заслуженный мастер спорта России по велоспорту на треке, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Болеем за Рязань, болеем за Россию. Наш регион официально представят два спортсмена. Михаил Пуляев с дюшор Комета. Его тренирует заслуженный тренер России Андрей Попов. Заслуженный мастер спорта России по дзюдо номер три в мировом рейтинге в своей весовой категории до 66 килограммов, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы. Пуляев является сотрудником рязанской полиции. Дзюдоисты его категории поборются за медали в воскресенье 7 августа во второй соревновательный день. В 16.00 турнир начнется со стадии 1.32 финала. Уже известно, что трансляцию организует канал «Матч-боец». Евгений Луканцов с дюшор Олимпиады. Его тренируют заслуженные тренеры России Владимир Тебенихин, Лидия Смирнова и Наталья Тебенихина. Мастер спорта России международного класса погребли на байдарках и канои. Евгений Луканцов выйдет на старт под занавес Олимпиады 19 и 20 августа. Пожелаем нашим ребятам ярких и эффектных побед. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера и летнего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok